Здравствуйте, меня зовут Елена. Моему сыну Саше сейчас 3 года 8 месяцев, и 2 месяца назад ему поставили диагноз аутизм. Основная наша проблема – это отсутствие речи. Саша произносит очень много звуков, но крайне редко произносит какие-то членораздельные слова или хотя бы звукоподражания. Свои просьбы и желания он показывает жестами, капризы, соответственно, криками. Так связанной речи у нас нет даже на каком-то минимальном уровне. Также у Саши очень такой сложный характер. Он очень вспыльчивый. Любая мелочь может его расстроить и довести до истерики даже, что он начнется швырять, кидать. Однако у него очень быстро меняется настроение. Если его отвлечь, он тут же забывает про то, что было расстроено, и начинает заново смеяться, улыбаться. Точно так же и наоборот. Он может, внезапно, увидев какой-то мультик, вроде бы ничего особенного, начать смеяться, прыгать, радостно скакать. Вообще энергии у него очень много, и это вливается в проблему со сном. Но вечером мы не можем уложить его спать, потому что он как будто бы не устал. Даже если он не спит днем, и день пришел очень активно, вечером его уложить очень сложно. Его нерастраченная какая-то энергия не дает ему уснуть. Он прыгает, бегает, скачет по кровати. Его уложить – это целая проблема для нас. С поведением у нас тоже не все гладко. Саша не выполняет просьбы, указания. Все запреты для него не играют роли. Он может что-то делать, как будто бы на зло. Вот ему запрещаешь, он продолжает это делать. Просьбы «покажи», «принеси», «дай» у нас тоже не действует. У него не работает указательный жест. Он не покажет на картинке корову и не даст мячик. Этого не было никогда у нас. Это, собственно, первое, на что я обратила внимание еще, когда он был совсем маленьким. Сейчас мы работаем над этим, но успехи пока крайне малы. Вообще Саша еще плохо идет очень на контакт. Он никому не кабельный. Если с взрослыми, он еще может найти какой-то общий язык в садике с воспитателями. Он, например, поиграет. С детьми он не играет вообще. У него есть младшая сестра, ей один год. Он ее игнорирует. Причем специально он с ней играть не хочет. И она не должна к нему подходить. Играть в его игрушки он иногда даже агрессивно к этому относится, потому что ее толкает. Но в последнее время начал как-то более терпимо. То есть если она находится рядом, то пусть находится, но трогать его и трогать его любимые игрушки ей нельзя. С детьми у нас никогда не было никакого контакта. В садике он играет один, либо находится рядом с воспитателями. В коллективной игре его вовлечь невозможно. Какие-то хороводы. Это все никак к нам не подходит. Если они во что-то играют, его посадили, он будет сидеть, выполняет инструкции в садике. Ну зачем его посадили и что нужно делать? Ему даже как-то не особо интересно. Еще он плохо высиживает утренники и всякие праздники с аниматорами. Он не любит громкий шум, он закрывает уши руками. Потом вообще может уйти или устроить истерику, потому что он там находиться не хочет. Он не любит этот шум, крики, песни. И это все не для него. Либо он будет где-то в стороне, рядом с воспитателем, издалека на это смотреть, либо идет вовсе, но участвовать в этом он не будет. Какие-то инструкции в садике он сложно выполняет, чтобы все сели и что-то нарисовали. Он добровольно не сядет, его надо посадить, показать. И тогда, может быть, если он заинтересуется, он что-то и сделает. Вообще он крайне негативно относится ко всему новому. Ему не интересны новые игрушки. Пока он к ним не привыкнет или родители не покажут, что вообще-то за игрушка, что с ним можно делать. Он не любит новую обстановку. В новой обстановке он всегда кричит первое время, но потом успокаивается, и нормально все происходит. Так же, как и к новым людям, он относится с недоверием. Еще он не позволяет себя трогать чужим людям. Ну, свои без проблем я могу его обнять, поцеловать. Он сам часто лезет обниматься. Он такой очень ласковый мальчик. Но чужим людям его трогать нельзя. Поход в парикмахерскую или к врачу у нас всегда оборачивается истерикой. Мы не можем сделать нормальный НИУЗИ, ни рентген. В больнице он вообще кричит от порога и все время до выхода. Его нельзя ничего с него снять. Он все протестует. Скорее торопится домой, чтобы его никто не трогал. Вот поэтому все исследования нам даются крайне тяжело. Так же, ну, как нам невропатолог поставил этот диагноз с порога. Она наблюдала за ним дома, в естественной для него среде. Он сначала на нее как-то не очень хорошо отреагировал, ну, как на всех. Потом начал играть, раскладывать опять свои ряды. Да, у нас игры все такие стереотипные. Он раскладывает ряды, складывает пирамидки, что-то сортирует, компонует. И это, собственно, и дало повод считать, что он не страдает аутизмом. В качестве игр он часто использует такие нестандартные предметы. Он любит, например, книги. Он их листает или выкладывает опять-таки рядышком. Может играть с мылом или ходить весь вечер с шоколадками. Просто их туда-сюда выкладывать или держать в руках. Ну, то есть такие не очень стандартные для ребенка игры. Например, машинками он не играл никогда. Они его никогда не интересовали. Также у нас еще нет ролевых игр. Вообще у нас общее развитие немножечко запаздывает. Например, он только после трех начал махать рукой на прощание или хлопать в ладоши и так далее. До сих пор он не может самостоятельно кататься на велосипеде и самокате. Никак не можем его научить. Вот какой-то барьер. И если когда он был совсем маленький, он катался с горки, то теперь подрос, какой-то появился страх. И я должна держать его за руку. Даже если горка не очень большая, он должен чувствовать маму рядом. На площадке, на детской у нас тоже присущены стереотипы. Мы бегаем именно по определенному маршруту, песочнице, горка, качеле по заведенному кругу. Либо просто носятся по площадке, абсолютно игнорируя детей. Либо наоборот, если у него спокойное настроение, он садит в песочнице и будет ковыряться с песком весь день. Вообще никогда нельзя предугадать, какое у него будет настроение, как он себя поведет. С самого раннего детства я боюсь его истеть в общественных местах. Потому что если он, например, катается с горки и пойдет к этой горке, к другой ребенок, он устроит истерику. Один раз он даже толкнул мальчика, потому что тот подошел к горке, с которой он катался. Но вообще такие приступы агрессии у нас не очень частые. Но тем не менее не бывают и они пугают. Еще у нас очень большая проблема с едой. Саша очень избирательный в еде. Он ест очень мало и очень мало разновидностей продуктов. В основном это макароны, печеньки, сухомятка, либо сладости или фрукты. И даже это в него очень сложно запихнуть. Все таблетки и лекарства мы даем ему через силу. У него такое ощущение, что он никогда не голодный. Новую еду он пробовать не хочет. Если он что-то и вводит в свой рацион, то только исключительно по своему желанию. И как его к этому сподвигнуть, неизвестно. Но вообще врачи говорят, что у нас не очень критическая ситуация. И мы можем вывести его из этого состояния. И нам могут снять этот диагноз. С этой надеждой мы и обращаемся к вам. Спасибо большое за внимание.